Добрый день, я зовут Максим. Мы находимся в конце области, в специальном павильоне, посвященном моделированию железных дорог. Тут огромная экспозиция. В моем детстве единственное место, где была такая подобная штука, это магазин Лейпциг на юго-западе. Там стояла немецкая железная дорога, где есть вот такие паровозики. Они стояли статично и за все время, сколько я себя помню, ни разу ничего не ездила. Периодически в этом магазине Лейпциг появлялись домики для сборки котлетов, паровозики отдельно. Это не то великолепие, которое было на собранном стенде. А здесь, конечно, это все супер. Посмотрите, какая деталировка. Люди на скамейте сидят, кузовичок. Поиск проходит. Это, по-моему, самораспространенный размер. Извините, это 16-миллиметр? 16-миллиметр размер. Угу, я думаю, 12-миллиметр размер. Да. Когда я воспринимаю дети, я имею подобный моделл. Модел из Германии. Да. Это США продукт. Это США продукт. США продукт? Да. А, нужно говорить что-то американского производства. Прикольно. Смотрите, даже вот такой маленький Volkswagen есть. Хотя я подозреваю, здесь сборная солянка. Здесь очень многие вещи, видимо, которые поставляются отдельными, другими поставщиками-производителями. У меня прямо руки чешутся снять клипчик в стиле КЛФ. Last Train to Transcentral. Класс. Чува просто. Не, ребят, я отсюда не уйду, пока все это не сниму. Смотрите. 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 какое великолепие. Смотрите. Смотрите. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Максим, сними, пожалуйста, сколько стоит продукт питания. Господа, мы в Америку зачем едем? Жрать и одеваться? Или все-таки что-то для себя узнать новенького? Интересного? Ну, вы как хотите, я буду снимать то, что нравится лично мне, то, что меня волнует. Мне тут все интересно. Вот, 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 чума, вот, вот это чума. Меличие духа того человека, который сделал эту модель. Круть. Смотрите, даже маленький Виллис такой есть. Ох, какая красота. Военные вагоны. Пульман у даже есть. Ох, как. Не, ну это, это круть, это круть, это круть, это круть, это круть. А вот это вам как? Заправочная станция паровозов. Здесь прям можно изучать историю. Как засыпается уголь в тендер, как заливается вода? Как засыпается уголь в тендер, как заливается вода? Не, ну это надо рассматривать, это надо все рассматривать. Это все надо рассматривать. Перфект, это круто, реально. Спасибо. О, смотрите, какая дамочка стоит. Даже вообще. И главное, как они не столкнулись, у них два поезда. О, вышел пастор из тумана, вынул Библию из кармана. Класс. Коровы. О, даже автосвалка есть. Ну это вообще, это величие, это величие. Посмотрите. Даже автосвалка и машина, которая весь хлам сюда переводит. Погауз. И даже лоботрясы есть, которые сидят вот там и ни хрена не делают. Вот они сидят там на Погаузе. И вот магаз. Магаз местный, смотрите, какой магаз. Там вон все есть, все кому надо, все здесь есть. Ладно, тут я что-то подзадержался. Тут огромное количество. Огромное количество. Чего здесь только нету. Ну, это нулевой скейл у нас. Ноль скейл. Это, видимо, самый большой размер. Самый большой размер. Что здесь написано у нас? 1 к 48, гигантская, да. И паровоз у нас здесь готов к запуску. Вот ребята что-то тут раскладывают. Сейчас будут запускать, наверное. Демонтируют, наверное, не могу понять, собирают. Или наоборот только выложили себя. Непонятно. Ну, большая дорога, достаточно большая. Достаточно сложно, мне кажется, такое вот собирать, потому что модель очень масштабная, очень большая. Даже вот карточек есть. Кто-то здесь катается. Два старых перца. Насконечки отдыхают. Не, нормально. Нальсельщик. 12 номер. Приехали в город Житомир. О, во, во. Но это отдельная песня. Вот это мне, насколько я понимаю всю ситуацию, это собрано из тех моделек, которые к Крисмосу. Тут есть такая фишка. На Крисмос тут народ изгоряется по-страшному. И, кстати, этих моделек делают целые города. Я еще об этом постараюсь снять тему. В умахе это не так распространено. Но в Вашингтоне я видел лет пять назад, когда первый раз в Америку приехал, вот такую тему с этими Крисмосовскими моделями. Это, конечно, тоже был вынос мозга. Ну, а? Это просто праздник. Это просто праздник. Надо бы попросить сейчас дядечку включить ее, что интересно, смотри, как она ездит. Хотя бы, ну, на чуть-чуть, на чуток. Вам просто показать, как все это работает. Просто на чуток, чтобы он включил, и все. Инженерное прям сооружение. Вот мне не могу понять, зачем центральный рейс. То ли он подает электричество, то ли так по науке сделано, чтобы поезда не переворачивались, когда на большой скорости летят. Видимо, какой-то есть нюанс. Тоже знаю, что 16,9 мм и 12 мм они без центрального рейса. О, а здесь прям магаз. Джон Гир, как все и полагается. Продажа фермерской техники. Ну, это, как бы, грубо говоря, кусочек, наверное, концового бласа. Как он выглядел, наверное, лет 20 назад. Может быть, 30, даже больше. Суть по машинам, я думаю, что это где-то 60-50 год. Давайте посмотрим. Тюнин-Пасифик. Вот такой вот гурзучок. О, кстати, у меня такой гурзучок дома лежит. Да, это периодически шатает по барахолкам, еще всякие разные раритеты интересные. Круто. Не, ну, всем нравится, всем нравится. Всем здесь нравится. Всем здесь нравится. Даже американский флаг. О, америка в миниатюре. Америка в миниатюре. Газ-стейшн. Вот, смотрите, а. Просто красота. Каждую субботу-то можно прийти и бесплатно это посмотреть. Экспозиция открылась буквально вот недавно. Еще, наверное, месяц назад. Я что-то вот не помню, если что-то было. А тут дорожно-рабочие дорогу ремонтируют. И вон какие-то там два военных на мотоцикле. Сейчас их приближу. Где они туда едут? Два перца. Да. А вот эта, как вам машиночка. Не, это... Это величие духа. Сейчас я вот так сниму. И вот она. Да, здесь, видимо, человек потратил уйму времени, чтобы все эти модельки, машинки все в масштабе подобрать, собрать людей всяких разных. Не знаю, из каких-то наборов. Тоже вот... Даже он клоун стоит. Какой-то. Да, интересно. Ну, вот это вот. Dreamcar. Что, еще не мальсваген, а? Да. Вот такой вот жучок тут. Ну, и вот это вот. Смотрите, а. А вот это, интересно, смотрите, модель. Она же работает. Это не финальный насос, кто не в курсе. И Unid Pacific. То есть, видимо, какой-то здесь то ли нефтепаравод по задумке был сделан. Ну, а тут вон, добыча полезных ископаемых. на рельсе прямо никель. Класс. Класс. Это еще что за перец тут наверху. Интересно. Что-то он здесь делает. Класс. Мотосайкл-шоп. Даже вон запчасти лежат, а. Ну, посмотрите, а. Юра, Индиана. Вот специально для тебя снимаю. Посмотри, вот. Ты у нас фанат мотоциклов. Прям глянь. А? Круть. Просто круть. Ну, реклама. Кажешь, без рекламы. Курини Честерфильд и рак легких вас минует. Так, идем дальше. Тут какие-то вот буклеты, наверное, что-то очень интересное. Еще одна в нулевом режиме, в нулевом скейле. А, это G-scale. Все, теперь понял. Тут был All-Scale, это G-scale. 1.32. Еще больше даже. Да, чудные дела твои, господи. Ну, это уже штучная продукция. Тут уже люди, видимо, брали не готовые модели, а сами все это вытачивали. Кто видел мои видео про Кэнзас, про музей миниатюр, тот поймет, что тут люди умеют заморачиваться по поводу миниатюр. Местные таджики. Ха-ха-ха-ха. Так. Ну, конечно, тут погрубее сделано, чем в предыдущих моделях. Видимо, что использовали готовые какие-то заготовочки. Ну, тоже ничего. Так, это я уже снимал. А вот это был All-Scale, который я показывал в самом начале. Вот он. Кто помнит начало видео. Поезд перестал ехать. Идем дальше. Кто-то на 5 баксов положил. Донейшн. Еще реклама. Еще один All-Scale 1.48. Да, паровозик, паровозик. Вот этот паровозик я сниму сейчас вблизи, потому как его стоит снять со всеми нюансами. Наверняка все эти движущиеся. Так, ну, вернемся опять к этой модели. Здесь, конечно, все очень сжатое. было понятно вот так, как маленькая сторона в миниатюре. Совсем. Вот для сравнения 9 миллиметров, 16, и, наверное, вот этот вот O и DG-scale по размеру. Excuse me, what's the size of rail? It's O-scale or G? No, this is O-scale here, H-O and N-scale. O, H, and N. Yeah, O, H-O, N-scale. Ah, N-scale, okay. It's a 16-millimeter, this one. I couldn't tell you that. For example, this is a distance between a rail. 16 about, yeah? I don't know, sir. Ah, okay. I couldn't tell you that. Ну, короче, 16-метровка была посредине, но он так он приблизит нам про X-Plan. Вот, кто-то продает наборчик, можно купить всего 175 долларов и вот такой сет. Судя по блоку питания, это какой-то винтаж, это ну, даже не 70-е годы, может быть, даже пораньше, 60-е. Очень старый выглядит блок питания. Можно вот купить такой вот танчик за десяточку Liberator City Sherman Sherman MA3 вот такая модель. Тут вещи продаются, вот, кто коллекционирует, видимо, кто занимается сборкой таких дорог. Вот такая штука стоит по 10 долларов. Блин, надо вот к ним подойти своими вагончиками. вагончики есть, я тут тоже нарыл в своем местечке. Или может просто подарить их для донейшена. Может пригодятся. Три вагона есть с логотипом Union Pacific. За свою любимую барахолку я набрал. Не знаю, для чего приметь. А вот это схема управления. Смотрите, как интересно. Это создатели модели. Небольшая информация о них. И я так понимаю, это переключатель стрелок. То есть тут все сделано. Как чего переключать. То есть все прямо по науке. А вот этот вариатор. Вариатор, который дает напряжение увеличивать скорость движения состава. даже новенький модель тебя смотрит. Такая вот у меня в Москве осталась моделька. О, интересно как, а? Такой военный состав. Даже солдат есть. Принялись его покрасить, хотя могли спокойно немного заморочиться. этот олл скейл, который мне объяснял, вон, 1,48. Да, солдат что-то могли покрасить. Вообще по поводу солдатиков тут немножко обломился. Я думал, что тут их активно коллекционируют, но очень сложно. Я просто в детстве была такая коллекция американских солдатиков. Прям со всеми нюансами и прям было чуть ли не на фляжке написано US Army. Так, походы закрываются, ребята. Надо быстро заканчивать свой обзор. Последняя модель и я ухожу. Извините, эти экзибиции открыты каждый день? Нет, мы только открыты на сентябре. Все, что мы можем открыты на сентябре. А, на сентябре. Да, от 10 до 4. Окей, только по субботам. Да, вот пожарная машина, конечно, пожарная машина, это, конечно, класс. Это просто супер. Да, винтажная дорога собрана из частей из разных, видимо, старых. Все это, по идее, должно функционировать. Это очень интересно. Такой пульт управления, ну, пульт управления, конечно, современный, вариатор тоже новый. Вот, написано Питер Ландмах. Видимо, это создатели вот этого всего макета. Ну, очень интересно. Да, повезло нам сегодня, что я успел сегодня все это заснять. так, они уже закрываются. последний взгляд на дорогу, я иду к выходу. Что я могу пожелать? Значит, если вам подобные сюжеты нравятся, пишите свои комментарии. Я стараюсь читать их практически каждый день, незамедлительно отвечаю. У меня всегда для этого есть время. Утречка, проснулся, выпил чашечку кофе и сижу, читаю, что же мне мои любимые зрители понаписали. Вот. Ну и, соответственно, подписывайтесь на канал. Если вам такие видео нравятся, значит, укладывайте в социальные сети, рекомендуйте своим знакомым. Я постараюсь что-нибудь снять интересное. Удачи и следите за развитием